Ульн старательно прижимался к стенам домов и на каждом шагу озирался с самым подозрительным видом. Дело сделано. Он похитил золотое сердце отца Мимиля. Правда, беднягу пришлось слегка выпотрошить, спороть садовым ножом грудную клетку. Однако не следует быть слишком разборчивым в средствах, когда представляется случай заполучить золотое сердце. Пройдя 300 метров, Ольн демонстративно снял воровской картуз, швырнул его в люк водостока и надел фетровую шляпу, какие носят люди порядочные. Походка его сразу стала увереннее, мешало только золотое сердце отца Мимиля. Еще тепленькое, но противно, йокало в кармане. А Ольну так хотелось рассмотреть его не спеша. Золотые сердца одним своим видом стимулируют жажду злодеятельности. В одном кабельтове от первого люка Ольну попался второй, побольше, и туда полетели орудия убийства, дубинка и нож. На них оставались пятна крови, присохшие волосы и наверняка немало отпечатков пальцев, так как Ольн всегда все делал основательно. Липкую от крови одежду он снимать не стал. Публика все же не привыкла, чтобы убийцы были одеты, как все люди. А со своим уставом в чужой монастырь лезть не пристало. На стоянке такси он выбрал машину поярче и поприметнее. Старый Драндулетти, модели 1923 года, с плетеными сиденьями, остроконечным багажником, кривым шофером и помятым задним бампером. Атласный верх в малиновую и желтую полоску придавал ему вид поистине незабываемый. Ольн сел в машину. «Куда ехать, хозяин?» – спросил шофер, судя по акценту, украинский эмигрант. «Вокруг квартала». «Сколько раз?» «Пока не засечет полиция». «А, э, вслух», – размышлял шофер, – «тогда как же, скорость все равно прилично не превысишь. Так может, поехать по левой стороне, а?» «Давай». Ольн напустил верх и выпрямился на сиденье, чтобы был заметен накровавленный костюм, который в сочетании с головным убором честного человека наводил на мысль, что ему есть что скрывать. Они сделали двенадцать кругов, пока, наконец, не встретили служебного пони с полицейским номером. Пони был выкрашен в стальной цвет и тащил легкую плетеную повозку с гербом города. Обнюхав драндулеть, он заржал. «Ага», – сказал Ольн, – «они нас выследили. Поезжай теперь по правой стороне, а то еще, не дай бог, ребенка задавим». Чтобы пони не выдохся и не отстал, шофер сбавил скорость до минимума. Ольн хладнокровно командовал, куда ехать, и вскоре они добрались до района многоэтажных домов. Тем временем к первому пони присоединился еще один, выкрашенный в такой же цвет. Он тоже тащил повозку, в которой тоже сидел полицейский в парадной форме. Пока коллеги шепотом совещались, стыча пальцем вольно, их пони, одновременно поднимая копыта и потряхивая головами, трусили бок о бок. В добром согласии. Как пара голубков. Облюбовав подходящий дом, Ольн велел шоферу остановиться и выпрыгнул на тротуар, перемахнув через дверцу, чтобы полицейские как следует разглядели кровь на его одежде. Затем он вошел в подъезд и направился к черной лестнице. Неспеша поднялся на последний этаж, где располагались комнаты-прислуги. В обе стороны от лестничной клетки тянулся темный, выложенный шестиугольной плиткой коридор. В левом его конце было окно, выходившее на внутренний дворик между ванными и ватер-клозетами. Туда и пошел Ольн. Вдруг у него над головой блеснул дневной свет, слуховое окошко. Прямо под ним одна, как перст, как перст судьбы, стояла скамейка. Шаги полицейских уже слышались на лестнице. Ольн проворно вылез на крышу. Там он перевел дух, и, предвидя неминуемую погоню, он набрал прозапас побольше воздуха. При спуске он ему еще пригодится. По первому, по логому скату крыши, Ольн сбежал быстро, а у второго, крутого, он остановился, повернулся спиной к пропасти, присел, затем, опираясь на руки, съехал в водосточный желоб и пошел по краю, уходивший почти вертикально вверх, оцинкованный кровля. Мощеный дворик с этой высоты казался совсем крохотным. Там виднелись пять мусорных баков, старая метла, похожая сверху на кисточку, и большой ящик для отбросов. Ольну предстояло спуститься по вбитым в стену железным скобам, а затем, таким же способом, подняться по стене дома напротив и залезть в одну из ванных, для чего нужно было уцепиться обеими руками за подоконник и подтянуться. Что и говорить, ремесло убийцы не из легких. Ольн полез вниз по ржавым перекладинам, а полицейские бестолково носились по крыше и грохотали сапогами, следуя разработанной префектурной инструкции об акустических параметрах погони. Дверь была закрыта, потому что папа с мамой ушли. Фантик остался дома один. Шесть лет люди обычно не скучают в квартире, где есть стекла для разбивания, занавески для поджигания, ковры для очернила заливания и стены, которые можно разукрасить отпечатками пальцев всех цветов радуги, оригинально применив систему бертильона к так называемым безвредным акварельным краскам. В квартире, где к тому же имеется ванна, краны, разные плавучие штучки, да вон еще папина бритва, отличное длинное лезвие, как раз подойдет для резьбы по пробке. Услышав шум во дворике, куда выходило окно в ванной, Фантик распахнул его и хотел выглянуть. В тот же миг две здоровые мужские руки ухватились за подоконник снаружи, а вслед за ними любопытному взору Фантика явилась багровая от натуги физиономия Ольна. Но Ольн переоценил свои гимнастические таланты. Подтянуться с одного разу оказалось ему не под силу. Пришлось повиснуть на вытянутых руках, благо держался он надежно и передохнуть. Фантик осторожно занес бритву, которую все еще сжимал в руках и провел остро отточенным лезвием по побелевшим суставам скрюченных пальцев убийцы. Ну и огромные жручище. Золотое сердце отца Мимиля свинцовым грузом тянуло Ольна к земле. Руки его кровоточили. Одно за другим, как струны гитары, лопались сухожилия. Каждая издавала короткий сухой звук. И вот на каменном подоконнике остались лишь десять безжизненных фаланг. Из них еще сочилась кровь. А тело Ольна съехало по кирпичной стенке, ударилось о карниз второго этажа и плюхнулось прямо в мусорный ящик. Извлекать его оттуда не стоило. Завтра старьевщики подберут. Это Борис Виан, рассказ «Золотое сердце». Борис Виан, французский писатель середины XX века. Это к вопросу о модернизме. Писал не только под своим именем, но еще и под двадцатью четырьмя псевдонимами. Самый известный из них – это Вернон Салливан. Именно под этим именем он написал книгу «Я приду плюнуть на ваши могилы». Борис Виан, «Золотое сердце». Объект 22 Объект 22 Борис Виан, Продолжение следует...